Итак, если Бог Сознающий, зачем вы молитесь пять раз в день, и зачем вы молитесь в сторону Мекки? Хорошо, но я не вижу взаимосвязи между двумя. Если мы молимся пять раз в день, или мы молимся в сторону Мекки, как это соотносится с атрибутами Бога? Я не вижу связи между этими двумя вещами, между этими пунктами. Так что, да, я думаю, что... Я говорю, если Бог Сознающий, зачем тебе молиться в сторону Мекки? Он ведь знает, что ты думаешь и что ты делаешь, или что ты говоришь, независимо от того, в какую сторону ты молишься. Понял. По сути, мы молимся, потому что Бог повелевает нам молиться. Это первое. Хорошо. Это как бы форма покорности. Это не связано со знанием Бога. Это во-первых. Во-вторых, это потому что это хорошо для нас. Это не приносит пользу Богу. Аллах говорит в Коране, «Инна луга ганью на анкум». Аллах свободен от вас. Он не нуждается в вас. Он независим от всего. Но зачем Богу нужно, чтобы ты молился пять раз в день? Кажется, это довольно много. Как будто это своего рода то, что Бог просит кого-то. Но почему мы молимся? Вот в чём вопрос. Вот что я пытаюсь сказать тебе. Я пытался сказать, что молитва для нас. Потому что если молитва полезна для нас, то мы будем делать её пять раз в день. Ты же думаешь об этом как о пользе для Бога. Но это не приносит пользу Богу. Это приносит пользу только нам. Да, конечно. Прежде всего, молитва — это послушание Богу. У нас есть душа. У нас есть не только тело, верно? У тебя есть тело и есть душа. Да. Мы кормим тело пищей. Но душа также требует питания. И вот почему есть много людей, у которых есть много денег, но они самые несчастные люди на Земле. Да. Богатые люди постоянно совершают самоубийство. Потому что материальные вещи не дают тебе внутреннее удовлетворение. Мы говорим, что молитва, да, это связь между нами и Богом. Итак, во-первых, это даёт нам удовлетворение. Во-вторых, это напоминает нам о Боге. Так что, когда мы молимся, мы получаем напоминание, что мы не должны совершать плохие поступки, потому что это жизнь и испытания. Так что это помогает нам оставаться на связи с Создателем и оставаться на связи с чистотой вдали от злых дел, грехов и так далее. Хорошо? Да. И, конечно, есть много других вещей. Это также даёт нам облегчение от всей усталости, которая у нас есть в жизни. Мы просто фокусируемся на Боге. Лучший разговор, который ты можешь иметь, это самым любимым для тебя, который является Создателем, верно? Так что все эти вещи в молитве приносят пользу нам. Мы не смотрим на неё, как на бремя. Так что это что-то, что приносит пользу тебе. Да, и, конечно, послушание Богу. Если ты будешь молиться в шесть раз в день, приблизит ли это тебя к Богу больше, чем молитва пять раз в день? Как ты думаешь? Но вот в чём дело. Что такое молитва? Это то, о чём я говорил тебе. Это связь между тобой и Богом. Я не молюсь, так что ты мне скажи. Конечно. Молитва – это связь между тобой и Богом. Если Бог – это тот, кто приказывает тебе молиться, то молитва должна совершаться так, как ему нравится. Например, если ты купишь подарок для своего друга, ты купишь подарок, который нравится ему, или который нравится тебе. Я полагаю, тот, который нравится ему? Абсолютно. Так что если мы будем молиться Создателю, мы должны молиться так, как угодно ему, так, как он повелел нам. Потому что это форма подчинения, а не так, как мы определяем. Если мы начнём вводить нововведения, один говорит, что я сделаю так, другой говорит, я буду делать по-другому, понимаешь? Если мы скажем «ладно», тогда каждый будет делать по-своему и называть это молитвой. Да. Но тот, кто должен определять, как мы должны молиться, это тот, кто повелевает нам молиться, то есть Создатель. Да, интересно. И говоря о вопросе, так что... Очевидно, ислам — это очень интересная религия. Я понимаю разницу между ним и верой христианства в то, что Иисус в исламе не Сын Божий, а пророк, как Мухаммед. Так что, очевидно, Коран был неспослан намного позже Библии, намного позже Иисуса. Так почему я должен верить Корану больше, чем Библии? Да, но мы говорим, если что-то было написано раньше, это не обязательно значит, что это правда. Например, я могу принести тебе много древних книг в истории человечества, но в них есть ошибки. Если в книге говорится, что 1 плюс 1 равно 3, это не значит, что это правда, верно? Да. Так что истина не определяется тем, насколько древняя книга, хорошо? Да. И вот почему христиане также верят в Тору, которая была до них. Верно? Да. И у вас есть индуисты, которые утверждают, что у них есть писание ещё раньше. Да. И все будут утверждать, что их книга была до этого. А затем некоторые люди скажут, «Ну, у нас есть писание, которое было ещё до Ноя». Да. Речь не о том, кто перед кем, а о ваших убеждениях. Можешь ли ты предоставить нам доказательства того, что во что ты веришь действительно исходит от Бога, или нет? Да. Поэтому мы говорим, давайте посмотрим на каждое писание объективно, изучим его и посмотрим на доказательства. Можно изучить книгу мормонов, например. Ты изучил книгу мормонов? Да-да, почему бы и нет? Серьёзно? Да. Поэтому, когда ты смотришь на Джозефа Смита, ты обнаружишь, что Джозеф Смит совершил множество ложных предсказаний и пророчеств. И та же книга, в которую он верит, Библия, говорит, что любой, кто утверждает, что что-то произойдёт в будущем, а этого не происходит, и он заявляет об этом во имя Бога, тогда он лжепророк. Серьёзно? Да. Так что он фальсифицирует свои собственные убеждения, хорошо? Он выдвинул много предсказаний. Он сказал, что Америка закончится к этому времени, и она будет побеждена. И также много других ложных пророчеств, которые он сделал. Так что да, конечно, я исследую то, что говорится в книге мормонов. Так же, как я делаю это с Пхагвадгитой, и как я делаю это с Турой и Талмудом. Как я делаю это с любым другим писанием. Так что мы не можем просто находиться в пузыре и говорить, «О, это истина!» У меня есть причины для каждой религии. Если я говорю, что я не принимаю эту религию, я приведу тебе общие причины. Ты знаешь обо всех этих индуистских богах, типа Ганеша и всего такого? Да-да, я знаю историю Ганеша. Как Ганеш стал богом. Но эти вещи неразумны. По сути, там говорится, что был бог-отец, который говорит богу сыну «Защити свою мать! Оставайся у двери и защити её!» Но он не делает этого. И когда отец вернулся, и его не было на месте, тогда отец отрубает голову своему сыну. И затем сожалеет и говорит «Что я наделал?» Затем он находит слона и отрубает ему голову, и ставит её на место головы своего сына. Это, по сути, очень краткий пересказ этой истории. Да-да. И таким образом у вас появился бог с головой слона. И также там есть другие истории. Есть армия обезьян, которые сражаются друг с другом. Или то, что земля стоит на четырёх слонах и так далее. Это всё безумно, это понятно. Но у вас также есть Мухаммед, который летал на лошади с крыльями на небеса. Это совершенно как... Знаешь, это забавно. Откуда ты взял эту веру? Мы не верим в это. Очень хороший вопрос. Я услышал это от одного человека. Он пошёл к христианину. Знаешь, это то, о чём я слышал. Вот и всё. Больше я ничего не знаю. Я слышал где-то в социальных сетях, где-то в СМИ. Но это неверно. Мы не верим в это. Правда? Мы верим, что Пророк Мухаммед, алей-саляту вассалям, поднялся на небо. Но он не поднялся на лошади. Действительно. Мы верим в особое творение Бога, называемое Бурак. Это не лошадь, это не осёл. Это не одно из творений, которые мы знаем. Мой вопрос к тебе. Может ли Бог создать транспортное средство, на котором Пророк может подняться на небо? Возможно ли это логически? Ну да, если есть Бог, то... Ладно. Так что нет никаких летающих лошадей из этих сказок или историй для маленьких девочек, понимаешь? Как единорог с двумя крыльями и тому подобное. Да-да, мы в это не верим. На самом деле есть забавная история. Есть история о Пророке, алей-саляту вассалям, и его жене. Его дочери играли с куклами, или что-то в этом роде, и тогда он сказал, что это. Она сказала, я слышала, что Пророк Соломон, или рядом с Соломоном были лошади с крыльями, которые летали. Так что Пророк, алей-саляту вассалям, рассмеялся. Он рассмеялся над этой идеей. Так что эта идея, о которой ты говоришь, Пророк над ней рассмеялся. Это не убеждение, которого мы придерживаемся как мусульмане. Одна вещь, которая мне нравится в исламе, и которая мне не нравится в христианстве, это то, что Библия как бы переводилась и переводилась. И мы на самом деле не знаем, что это значит. Но Коран, люди учат его наизусть, и поэтому он никогда не меняется. Но затем кто-то указал, ну на самом деле у нас есть два вида ислама. Шиитский и... Суницкий, суницкий. Да-да. Так к какому из них ты относишься и почему? Если все знают Коран наизусть, слово в слово, как могут быть два разных? Хорошо, хорошо. Итак, во-первых, я мусульманин. Да. Я не идентифицирую себя как то или это, но я идентифицирую себя. Я уверен, что ты делаешь это. Я скажу тебе, почему я идентифицирую себя как мусульманин. Потому что Коран, которому мы должны все следовать, говорит, что мы должны называть себя мусульманами. И Пророк сказал, называйте себя мусульманами, как Аллах назвал вас в Коране. Да. И Аллах сказал в Коране. Он назвал вас мусульманами. Мусульманин, значит, последователь, верно? Правильнее будет сказать покорный. Тот, кто подчиняется Богу. Так что дело в том, что если мои родители назвали меня Мухаммадом, я называю себя Мухаммадом, если сам всемогущий Бог назвал меня как-то. Я ведь не буду использовать имена, данные людьми, вместо этого, верно? Да. Я буду использовать имя, данное всемогущим Богом, вместо имени, данное кем-то другим. Это первое, что я скажу. И второе, что касается идеи суннитов и шиитов, это не то, что люди представляют себе. 50 на 50, нет. Шииты составляют около 10% мусульман или меньше, хорошо? Это номер один. Номер два. Откуда взялось различие? Шииты и сунниты оба верят в один и тот же Коран. Оба верят в одного и того же пророка. И оба верят в одного и того же Бога. Да, ты удивлен, верно? Но разногласие возникло из-за исторического события. Да, после смерти пророка, алейх саляту ассалям. Так что это было политическое дело. Из-за преемника, верно? Да, да. Так что это было политическое разногласие. После смерти пророка, алейх саляту ассалям, Кто должен был быть преемником? Абу Бакар, Умар или Али? Да будет доволен им Аллах. И тогда сподвижники Умар и Али присягнули Абу Бакру. А позже, во время халифа Усмана, люди присоединились к Али бин Абиталибу и сказали, что мы называем себя Ши'ату Али, означает группа Али. Шииты означают группа. Да-да, группа Али. А потом, несколько сотен лет спустя, образовалась новая секта. Они начали приносить свои убеждения, что Али на самом деле как бог. Так ты суннит? Извини. Так ты суннит? Сейчас я говорю тебе историю. Если ты сможешь найти для меня кого-либо во времена пророка, кто бы сказал, что Али знал сокровенное, или что Али вернётся к жизни, ты не обнаружишь никого. Если ты посмотришь на историю и проследишь её исторически, ты обнаружишь, что это произошло позже. Все эти убеждения начали развиваться спустя несколько столетий. Так что я говорю объективно, что это так. Конечно, шиит бы сказал, нет, это не так. Так что ты можешь спросить любого приверженца этих убеждений. Можешь ли ты предоставить мне рукопись тех убеждений или доказательств, которые показывают, что эти люди верили в то, что ты говоришь? Он не сможет этого сделать. И поэтому это объективная история. Теперь, что означает суннит? Суннит происходит от слова «сунна». Что означает традиция? Тот, кто следует традиции пророка. Если ты пойдёшь к шииту и спросишь его, должны ли мы следовать традиции пророка, знаешь, что он скажет? Что? Он скажет «да». Так что в более широком смысле он, безусловно, суннит. Суннит просто означает следовать традиции пророка, али саляту ассалам. Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Теперь, в конце концов, называешь ты себя суннитом, называешь себя шиитом, Коран является критерием. Потому что все мы верим в него. Да. Например, Коран учит, что мы должны следовать с подвижником пророка. Но ты обнаружишь, что шииты проклинают их. Например, Коран говорит, что мы должны взывать только к Аллаху. Ты должен поклоняться только Аллаху и взывать только к Нему одному. Но ты найдёшь шиитов, вызывающих к Алии и другим мёртвым людям, верно? Да. Итак, когда ты используешь критерий, которым является Коран, Аллах говорит, если вы разошлись во мнениях касательно определённой вещи, вернитесь к Корану. Если мы используем Коран, и мы видим, что люди делают что-либо неправильное, называй ты себя суннитом, шиитом или картошкой, как бы ты ни называл себя. Если ты противоречишь тому, что говорит Коран, или говорит пророк, то ты не прав в этом. Хорошо? Да, имя не спасёт тебя. Просто называй себя кем-то, это не означает, что ты находишься на правильной вере. Как ты думаешь, попадут ли в рай некоторые христиане или только мусульмане? Но это зависит от того, что ты подразумеваешь под христианами. Потому что на протяжении всей истории... Да, мы верим, например, если ты жил во время Иисуса и следовал за Иисусом, мир ему, то это не значит, что ты был христианином. Извини, это не значит христианин, это мусульманин. Да, мы верим, что пророк Иисус был мусульманином. То есть он подчинялся воле Создателя. Да. Поэтому кто бы ни следовал за ним, он также был мусульманином. Итак, люди, которые следовали за Иисусом при его жизни и после него, до того, как Аллах послал пророка Мухаммада, алейхи саляту вассалям, исследовали учениями Иисуса и умерли на этом, эти люди попадут в рай. Да. Ты можешь называть их христианами сегодня. Многие люди называют их христианами. И я отвечаю на твой вопрос сейчас. После пророка Мухаммада, алейхи саляту вассалям, кто бы не услышал послание Ислама... Да. Теперь это условие. Кто бы не услышал послание Ислама и отверг послание Ислама, и умер, отвергнув это послание, он отправится в ад. Да. Но тот, кто не услышал послание Ислама, и он называл себя христианином, но он не услышал послание Ислама, он не услышал доказательств его истины... Да. Его Аллах испытает в судный день. Да. Условие таково. Если ты услышал истину... Да. ...и доказательства были предоставлены тебе, А затем ты отверг их и умер, отвергнув их. Тогда ты сам выбрал адский огонь. Потому что ты увидел доказательства. И внутри ты будешь знать, что это истина. Потому что это будет иметь смысл. Ты увидишь доказательства этого. Но я не говорю по-арабски. И, по-видимому, если ты говоришь по-арабски, Коран — это самая прекрасная вещь. Настолько неопровержимо, что это не может быть неистиной. Поэтому я не верю, что Бог Аллах действительно указал мне путь. Потому что я родился в белой атеистической семье. Верно? Могу я тебя удивить? И у меня два юридических образования. Я умный человек, я так думаю. И я не принимаю это, потому что, как бы... Знаешь, это... Могу я? Могу... Так что я попаду в ад? Нет-нет. Могу я тебя удивить? Удиви. Я тебя удивлю, сказав, что более 80% мусульман не говорят по-арабски. Серьезно? Да. И когда ты говоришь «я не говорю по-арабски», ты являешься отражением подавляющего большинства мусульман. Это за правду? Конечно. Самые большие популяции мусульман — не арабы. Индонезия, Малайзия, Пакистан и так далее. Там самая большая популяция мусульман в мире. Ты можешь проверить это в гугл. Эти страны, которые не говорят на арабском. Потому что многие люди думают, что это арабская вещь. Но они не знают. Да. Вот почему я сказал, что удивлю тебя. Более 80% мусульман не арабы. Но ты всё равно можешь оценить красоту Корана. Ты когда-нибудь слушал Коран? Ну, я... Я официально этого не делал. Хорошо. Так что это... Но я проходил рядом с мечетью, я слышал это. Нет проблем. Поэтому я посоветую тебе просто взять наушники, надеть их и послушать Коран. Хорошо. И ты сам почувствуешь, как это оказывает на тебя духовное воздействие. И тебе не нужно говорить по-арабски, чтобы почувствовать это. Вот почему все слушают Коран. Например, если ты загуглишь Коран на Ютубе, то увидишь там миллионы просмотров. Это не обязательно люди, которые говорят на арабском языке. Да. Это люди, которые понимают и ценят эффект, который он оказывает. Потому что мы верим, что это слово Божье. Оно оказывает влияние на твою душу в любом случае. Но знаешь, дело в том, что тебе не велено понимать арабский язык, чтобы быть мусульманином. Чтобы стать мусульманином, все, что тебе нужно сделать, это поднять основу веры. Я могу объяснить тебе на английском языке. И ты можешь прочитать перевод. Ты знаешь, множество причин. Да-да. Если я приду в мечеть и скажу, знаете, как белый человек, я хочу быть мусульманином. Ты обнаружишь там белых британцев, которые являются мусульманами? Серьезно? Да. Я даже не знаю, сколько людей я могу сказать тебе, которые стали мусульманами сегодня и вчера, которые являются французами, англичанами и все остальные. Ислам не различает на цвета, белый, черный или оранжевый. Не важно, какой у тебя цвет кожи. Это самая мультинациональная религия на планете. Да, я понимаю. Но кроме белых людей, вероятно. Нет-нет-нет, я не согласен. Хорошо. Давай поговорим о Великобритании. Если ты хочешь поговорить о британцах... Да. Например, посмотри на последнюю перепись, которая проводилась в Великобритании три года назад. Мусульмане поднялись от 4,6% до, я думаю, 6%. Что-то такое, верно? Так что это стремительный подъем. Увеличилось на десятки и сотни тысяч людей, принимающих ислам. В Великобритании и Уольсе, верно? Да. От 4,9% поднялось до, я думаю, 6,4%. Теперь я вспомнил. Но я бы сказал, что это из-за эмиграции, чем прироста. Нет-нет. Pew Research провел исследование, связанное с коэффициентом обращения. Верно. Ислам находится наверху. Речь не идет о коэффициенте рождаемости. Но я понимаю, что это общая повестка, которую проталкивают СМИ. Но это не так. И я не пытаюсь продвигать это. Не ты. Я не говорю, что ты. Я говорю, что люди так делают. Они распространяют эту дезинформацию по этой причине. Но реальность такова, что согласно Институту исследований, а также многим другим организациям, если ты посмотришь на обращение или принятие, номер один – это ислам. Да. Даже Daily Mail провела исследование, что большинство из людей, которые принимают ислам, три из каждых четырех – это женщины. Потому что многие женщины узнают правду после многих лет дезинформации, что женщины в исламе угнетены, и вся эта чушь. Они провели исследование. Мне лично не нравится вся эта история с хиджабом и никабом. Но при всём уважении к тебе, я не пытаюсь быть неуважительным, но дело не в том, что нравится тебе или мне. Дело в том, что повелевает Создатель. Аллах знает природу мужчины и знает, что нас привлекает физически к женщине. И знает, каковы последствия этого вовлечения, которое происходит в обществе. Мне может не нравиться что-то, но я знаю мудрость, стоящую за этим. Как это в целом позитивно отражается в обществе, верно? Но дело в том, что ты можешь стать мусульманином прямо сейчас, если хочешь. Но веришь ли ты в учение ислама? Вот в чём дело. Мы не пытаемся принудить людей к чему-то. Люди должны принять, потому что они хотят этого, верно? Да. Могу я задать тебе несколько быстрых вопросов? Да-да, прошу. Что ты тогда здесь делаешь? Какова твоя цель? Наша цель здесь – донести послание. Аллах повелевает в Коране, что каждый имеет право узнать истину. У тебя есть право узнать истину и принять решение, хочешь ли ты принять истину или нет. Да. Аллах говорит в Суре Аль-Бакара, 256-й аят, что нет принуждения в принятии религии. Хорошо, следующий вопрос. Если люди были кремированы, потому что, очевидно, мусульман, как правило, хоронят в направлении Мекки, я верю. Нет, нет направления. Но обычно это должно произойти в течение трёх дней. Нет. Просто обычно тело начинает гнить. Конечно, его нужно похоронить как можно скорее. А людей, которых кремировали, как думаешь, они могут попасть в рай или нет? Ну смотри, то, что тебя кремируют или нет, не влияет на то, будешь ты в аду или в район. Я думал, что труп должен воскреснуть из земли. Нет, нет, я скажу тебе кое-что интересное. Прости, что перебил. Дело в том, что для начала мы говорим, что Аллах может создать тебя заново из ничего, хорошо? И да, мы говорим, что это грех кремировать людей. Но это не значит, что человек, которого кремировали, из-за этого он попадёт в ад. Потому что тот, кто его кремировал, это не он. Да, Аллах может вернуть тебя, неважно, кремировали тебя или бросили на дно океана, что бы с тобой ни произошло. Тот, кто создал тебя в первый раз, как говорит Аллах в Коране, он может вернуть тебя. Хорошо. Ладно, следующий вопрос. Так что здесь немного другая атмосфера. Это нормально, это нормально. Если я отнимаю у тебя слишком много времени... Нет, нет, продолжай, всё в порядке. Зачем Богу создавать крайнюю плоть, чтобы потом приказать избавиться от неё? Ну, смотри, у меня, кстати, её нет. Нет, нет, это нормально, это нормально. Есть много вещей, которые Бог повелевает нам. И мы делаем их как акт поклонения, как подчинение Ему. Например, количество молитв. Мы не спрашиваем, почему их пять, а не шесть, семь, восемь, девять или десять. Ты, конечно, можешь задавать подобные вопросы, но мы делаем это из-за подчинения. Теперь вопрос в том, может ли Бог просто дать тебе... И это интересная вещь, чтобы подумать об этом. Может ли Бог дать тебе крайнюю плоть, чтобы проверить тебя, подчинишься ли ты Его приказу, даже не зная причины, по которой Он делает это? Конечно, Он может. Мог ли Он создать крайнюю плоть, чтобы она выполнила определённую задачу, а затем приказать тебе удалить её? Да, Он может. Говорит ли Коран удалять её? Об этом говорит хадис. Учение пророка говорит это. Ты говоришь об обрезании, верно? Обрезании? Да, да. Да, пророк повелел это. Но не только ислам. Это традиция Авраама. И на самом деле там говорится, что это традиция с начала времён. Мне было интересно, есть ли это в Коране. Мы не просто верим в Коран. Мы верим в Коран и учение пророка. Аллах говорит в Коране, что пророк объясняет нам Коран. Потому что... Может ли пророк поместить в Коран некоторые из своих учений? В Коране вообще нет учений пророков. Коран — это слово Бога. Мы не смешиваем слово Бога с каким-либо человеческим. И это отличительная черта ислама. То есть учения Мухаммеда там нет? Нет. Это называется хадис. Хадис — это повествование пророка, алейсаляту вассалям. А затем у нас есть исторический процесс их подтверждения. Если это достоверно приписываемое пророку утверждение, то оно обязательно... Потому что Коран был не способен пророку. И Аллах сказал в Коране, когда пророк говорит о религии, он говорит откровение, он не говорит от себя. Также в другом аяте говорится, «Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам». Потому что если бы Коран содержал подробности всего, он был бы очень огромным, и никто не будет его читать. Но Коран — это составленный вид текста, в котором он излагает через жизнь пророка его применение. Как на самом деле применять его в реальности? Пророк — это пример того, как это делать. Да, интересно. Хорошо, ну, это очень... У меня закончились вопросы. Я думаю, что ты явно знаешь своё дело, потому что я очень впечатлён. Хорошо. Я надеялся встретиться с тобой по этим нескольким пунктам. Я думаю, ты очень хорош. Хорошо, я ценю это. Так что да, я живу в... И там много мусульман. Да-да. И там всегда есть люди, которые делают стойки и всё такое. Знаешь, я приглашаю тебя в ислам. Если это имеет смысл для тебя, если ты веришь в одного создателя достойного поклонения, и имеет смысл всё, пророк Мухаммад посланник, я приглашаю тебя в ислам. В конце концов, это твоё решение и выбор. Да, но я ещё не так сильно убеждён. Но я получил от тебя несколько хороших ответов. Нет проблем. Твоё имя Мухаммад, верно? Мухаммад. Было приятно поговорить. Ценю это. Спасибо.